Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели». На этой неделе состоялось важное политическое событие. Прошла итоговая прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией для российских и зарубежных СМИ. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что глава государства озвучил ключевые векторы дальнейшего развития нашего государства во внешней политике и внутренней повестке. Среди важных тем – специальная военная операция, в частности, поддержка военнослужащих и их семей, патриотическое воспитание молодежи России, вопросы, касающиеся экономики страны, социальной политики, здравоохранения, сельского хозяйства, ЖКХ и многие другие. В очередной раз прозвучали правильные и мудрые слова национального лидера о важности укрепления суверенитета страны и обеспечения безопасности, консолидации российского общества, а также о сохранении традиционных семейных ценностей. Позицию нашего лидера поддерживает сегодня большинство россиян. В ходе прямого общения Владимир Путин принял ряд решений и дал поручения в сфере предпринимательства, в частности, о поддержке предпринимателей по продвижению региональных брендов. В республике эта работа ведется и будет еще расширена. Важным заявлением стало продление программы модернизации первичного звена здравоохранения. В Карачаево-Черкесии начало строительство и капремонт 20 объектов здравоохранения. Также Владимир Путин предложил повысить подъемные по программе «Земский доктор», «Земский фельдшер» для врачей до 2 миллионов рублей, а для фельдшеров до миллиона. Президент России еще раз дал понять всем, что нет ничего важнее, чем проблемы жителей страны, их насущные заботы, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Все поручения, озвученные президентом, будут выполнены и лягут в основу работы, отметил Рашид Тимрезов. Для такой страны, как Россия, существование, ее просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет, во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует, и в котором существовало тысячу лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета. Какой вообще у российской экономики запас прочности? Достаточно для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Вот те, кто думали, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы. Ничего не рухнуло. Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере – залог успеха, возрождения, в становлении и развитии России. Спасибо. Завеститель полпреда президента России в СКФО Владимир Надыкта с рабочей поездкой на этой неделе побывал в Карачаево-Черкесии. Он посетил строящуюся котельную контейнерного типа в поселке Правокубанский. С вводом данного объекта жители населенного пункта будут обеспечены бесперебойно горячей водой. Сейчас работы находятся на стадии завершения. Подробнее – Алихан Лепшоков. Появление новой котельной позволит жителям поселка Правокубанский получать горячую воду в дома в круглосуточном режиме. В настоящее время ею можно воспользоваться только в отопительный период. Здесь уже почти все готово для запуска в эксплуатацию. Заместитель полпреда президента России в СКФО Владимир Надыкта вместе с председателем и членами правительства Карачаево-Черкесии осмотрели состояние готовности объекта. Было отмечено, что работа новой котельной позволит сократить нормы расхода энергоресурсов на выработку тепловой энергии. «Теплоснабжающая организация, это его подразделение. В рамках программы ФНБ мы сейчас полностью обновляем. Здесь, в рамках этой программы, мы принимаем обновление самой котельной, строительства вот этой модульной, мы еще теплотрассы меняем, которая обеспечит уже и калорийность по теплу и качество подачи тепла». По словам строителей, работа модульно-блочной котельной рассчитана на 25 лет и в течение этого времени она будет экономить 70% газа. Осталось теперь провести энергию и подвести газ, которыми сейчас занимаются строители. «Эта котельная на 13,5 мегаватт, рассчитана на весь поселок. Сейчас мы находимся на этапе завершения. Все главное оборудование смонтировано, установлено полностью, уже в рабочем состоянии. Осталось нам завершить электрику и подвести газовое оборудование. Также у нас установлены теплоотменники пластинчатые. В старых котельных установлены трубчатые теплоотменники. Теплоотдача у этих теплоотменников выше на 50% и теплоотдача больше». Совершенно новая модульно-блочная котельная будет введена в эксплуатацию уже в конце этого года. Олег Алипчоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. После Владимира Надыгта осмотрел работы по реконструкции стадиона «Солок» в Карачаевске. Совсем немного осталось до ввода объекта в эксплуатацию. Уже полностью благоустроена территория, установлено оборудование и беговые дорожки. Новый стадион станет местом принадлежения для занятий спортом и активного досуга населения. Также заместитель полномочного представителя президента ВСКФО посетил недавно открывшийся объект – парк культуры и отдыха «Зелёный остров Карачаевский». На его территории уже проводятся различные мероприятия. Владимир Надыгта дал положительную оценку преобразованиям и открытию новых объектов. В ходе своей рабочей поездки заместитель полпреда президента России Владимир Надыгта посетил вторую тибердинскую среднюю общеобразовательную школу имени Магомета Халилова. Здесь был проведен капитальный ремонт, полностью обновлен фасад здания и проведены ремонтные работы внутри. Алихан Лепшоков о препроцованиях. Данное образовательное учреждение было введено в эксплуатацию в 1974 году. Долгое время вторая средняя школа тиберды имени Магомета Халилова нуждалась в капитальном ремонте. А теперь она преобразилась до неузнаваемости. Заместитель полпреда президента России ВСКФО Владимир Надыгта осмотрел помещение школы после ремонтных работ и дал высокую оценку. Здесь функционируют два класса точки роста, где школьники могут учиться вышивать и даже управлять квадрокоптером. Бывают больше квадрокоптеров, которые используются для доставки грузов, допустим, для создания 3D-моделей местности, зданий и так далее. Ну и в наше время, к сожалению, ведение боевых действий с помощью квадрокоптеров у нас ведутся. Вот сейчас занимаемся основами филотирования. В школе полностью поменяли систему отопления, провели монтаж системы электроснабжения. Кабинеты совершенно преобразились. Директор Тибердинской 2-й средней школы имени Магомета Халилова Амина Семенова отметила, что теперь и детям, и преподавателям стало здесь находиться уютно и комфортно. Во время ремонта родители и дети, и мы говорили свои пожелания подрядчикам. Они их исполнили в полной мере. Все, что нам хотелось бы видеть в новой школе, все это есть. В школе появилось новое пространство – Центр детских инициатив. Центр детских инициатив помогает детям раскрыть все свои возможности и таланты. Вот на базе этого центра они занимаются во внеурочное время. После капитального ремонта для нас созданы все необходимые условия, чтобы мы могли обучать наших детей, отмечают педагоги. Сейчас, когда мы зашли в нашу школу, конечно, мы приходили, смотрели все время. Мы очень обрадовались. У нас очень тепло, очень светло, очень уютно. У нас новое оборудование полностью. У нас и после капитального ремонта и столы, и стулья, и шкафы. И у нас новые ноутбуки, у нас принтеры новые, интерактивные доски, маркерные доски. В общем, нам очень нравится. Мне, я, например, очень довольна ремонтом этой школы. Открытие второй среднеобщеобразовательной школы имени Магомета Халилова после капитального ремонта состоится до конца 2023 года. Алихан Ипшоков, Ринат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. В поселке Дамбай полным ходом идет строительство нового дома культуры. Ход работ на строящемся объекте осмотрели в рамках рабочей поездки заместитель полпреда президента России ВСКФО Владимир Надыкта и председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов. Было отмечено, что в текущем году немного изменили и доработали проект, чтобы объект функционировал не только как стандартный ДК, но и стал местом для проведения культурного досуга туристов и гостей республики. Театрально-зрелищное учреждение общей площадью 2500 квадратных метров будет вмещать до 500 человек. Строительство объекта стартовало в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура». Ввод в эксплуатацию планируется до конца этого года. Заместитель полномочного представителя президента ВСКФО Владимир Надыкта также посетил начальное и среднее образовательное учреждения в Адыгихабльском и Ногайском районах. Смотрите подробности. В начальной школе Адыгихабля обучаются 315 малышей первых-четвертых классов. Ранее здание пребывало в печальном состоянии. Теперь же все изменилось до неузнаваемости, рассказывает не скрывая радости директор школы Лилия Выкова. Капитальному ремонту подверглись все инженерные коммуникации, установлено новое кровельное покрытие, отремонтированы стены, потолок, полы и все остальное. Оснащение очень хорошее. Вся мебель пришла в негодность у нас, и теперь она заменена. Кроме того, произведены работы по благоустройству. Теперь у нас имеется более благоустроенный дворик свой, где, возможно, в последующее время будет детская площадка там. Имеется все необходимое для образовательного процесса. У нас никогда не было учительской. И вот теперь есть возможность у нас здесь работать. Вот здесь будут у нас компьютеры стоять. Вот здесь будут учителя проверять тетради. Вот стенды мы готовим. Все удобства для учителей здесь созданы. Заместитель полпреда Владимир Надыктов в сопровождении председателя правительства Мурата Аргунова начали осмотр здания с информацией о том, на какой стадии находится капитальный ремонт школы и какие выполнены строительные работы. Они осмотрели учебные кабинеты, подробно интересуясь тем, как проходит учебный процесс, какие есть недочеты и так далее. Затем осмотрели столовую, где установлено новое оборудование. В целом здание Дагихабльской начальной школы практически готово. Остались небольшие недочеты, которые будут в скором времени устранены. Затем делегация посетила школу в Эркен-Шахаре. В этом учреждении капитальный ремонт также на завершающей стадии. Строительные работы ведутся быстрыми темпами. Не везде еще установлено освещение, но это не помешало осмотреть здание. Школа большая, ремонтные работы начались в марте этого года и уже до конца года ее планируют сдать в эксплуатацию. Мурат Жанкиозов, Вести, Карачаево, Черкесия. Визит рабочей группы во главе с заместителем полпреда президента России в СКФО завершился в Черкесске. Делегация посетила среднюю школу номер 6, где оценила ход и качество проведенных ремонтных работ. Подводя итоги рабочей поездки, премьер-министр Карачаева Черкесии Мурат Аргунов отметил, что благодаря принятым главой Карачаева Черкесии решениям, в регионе в 2023 году реализуется 159 объектов строительства и капитального ремонта. Таких объемов никогда не было. Он выразил уверенность, что благодаря слаженной работе правительства и подрядчиков работы на этих объектах будут завершены своевременно и качественно. Свою оценку дал и заместитель полпреда президента ВСКФО Владимир Надыкта. Результатами довольны. Видим, что остались только финальные аккорды. Хотелось бы, чтобы строители, которые проводят эти работы, максимально высокими темпами завершили. Мы определились с датами, когда будут объекты передаваться уже в муниципалитет и последующим коллективам педагогическим, для того, чтобы наши ребята, девчата уже в этом году могли провести первые занятия на новых или обновленных объектах. Также посмотрели объекты, которые будут завершаться в следующем году. Тоже видим хорошую динамику. Есть отдельные вопросы, которые требуют корректировки, но абсолютно уверены, что правительство республики с этими вопросами справится. И мы в 2024 году также без срывов и без каких-то глобальных переносов все эти объекты ведем. Быть добропорядочными и законопослушными пожелали школьникам республики. 12 декабря в день Конституции Российской Федерации в Черкесске мы вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Девушек и юношей с этим важным событием поздравил председатель Народного собрания Карачаева Черкесия Александр Иванов. Старжества Альбина Ламкова. Торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации началась с Государственного гимна России и Республики Карачаева Черкесия. Церемония по традиции проходит в день Конституции. Но дата сегодня особенная. Основному закону страны 30 лет. Сегодняшняя дата юбилейная. 30 лет назад был принят основной закон Российской Федерации, который стал надежным фундаментом для развития демократии в стране и защиты прав человека и гражданина. Конституция закрепила и принципы правового государства, свободы человека. Получение документа, удостоверяющий личность, дает широкие права. Но вместе с тем и накладывает и немалые обязанности, отметил Александр Иванов, добавив, что долг каждого нести достойное звание гражданина Российской Федерации. Чтить и уважать законы государства. Затем он вручил паспорта и памятные сувениры. Важный шаг во взрослую жизнь в этот день сделали 30 юных жителей региона. Школьники выбраны для столь ответственной миссии не случайно. Почетное право получить свой первый официальный документ получили дети, отличившиеся в учебе, общественной жизни, спорте и творчестве, каждый из которых представлял свой город или район. В их числе и Сулейман Боисов. В учебе хорошие успехи. Я помимо учебы снялся в фильме «Испытание Аула». Меня тут многие узнали. Но мне нравится, когда тебя узнают разные люди, которых ты сам не знаешь. Сулейман, получив паспорт, чувствует гордость. Теперь все намного серьезнее, отметил юноша. Сулейман, помимо прав, какие у тебя обязанности, как гражданин Российской Федерации? Соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации. День торжества останется не только в памяти, но и на фото. В заключении церемонии ее участники дали особенную клятву Родине. Юноши пообещали быть достойными гражданами своей страны и преданно служить Отечеству. Новый ответственный этап взрослой жизни начался. Главный документ, удостоверяющий личность, в руках. Паспорт Российской Федерации нужно ценить и гордиться им, так как в него будут занесены главные события в жизни. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. А в образовательных учреждениях Карачаево-Черкесии проверили знания основного закона страны. В 17-й гимназии Черкеска тестирование прошли 30 школьников старших классов. Подробности у Артура Мхце. Основной закон Российской Федерации 12 декабря отмечает 30-летие. В этот день в ряде образовательных учреждений Карачаево-Черкесии провели тестирование старшеклассников. Так, в 17-й гимназии нескольким десяткам юношей и девушек предстояло показать, насколько хорошо они знают содержание Конституции, где прописаны права и обязанности каждого гражданина. Акция проводится для повышения правовой грамотности наших обучающихся, проводится ежегодно. Ребята должны знать свои права и обязанности, поэтому они готовятся к этому мероприятию очень серьезно. Многие из старшеклассников – постоянные участники предметных олимпиад. Для них вопросы на знание Конституции вряд ли представляют большие трудности. Ребята прекрасно понимают, что основной документ Российской Федерации имеет высшую юридическую силу во всех регионах, помогает соблюдать права, обязанности, обеспечивает безопасность и возможность самореализации. Я считаю, что патриотизм – это очень важно в наши дни. Это любовь к Родине в первую очередь, это любовь к окружающим нас людям, это уважение к Родине и уважение к людям, которые нас окружают, соответственно. Разумеется, очень важно знать наши права и обязанности, поэтому, я думаю, проводится тестирование по знанию Конституции. И в целом, знания Конституции обязательны для каждого гражданина Российской Федерации. Результаты проведенного в образовательных учреждениях тестирования будут проанализированы, чтобы позже понять уровень осведомленности школьников об основном законе России. Артур Махцель-Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В качественных предметах личного гардероба есть потребность для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. При оказании первой помощи одежду с раненых бойцов снимают путем ее разрезания и зачастую при транспортировке и даже дальнейшем нахождении в госпитале на них просто нечего надеть. Об этом стало известно активистам фонда «За Родину». Вскоре необходимые и даже веселые подарки были направлены раненым бойцам. О том, как вишенки и утята подняли настроение раненым защитникам Отечества и даже укрепили их боевой дух в репортаже Мадина Каракетова. Наблюдая за работой преподавателей и студентов отделения конструирования и моделирования швейных изделий Индустриально-технологического колледжа Черкеска невольно вспоминается знаменитый лозунг времен Великой Отечественной войны «Все для фронта, все для победы». На просьбу преподавателей оставаться после занятий и сшить нижнее белье и пижамы для госпиталей студентка третьего курса Инна Дугужева откликнулась без раздумий. Помогаем им таким небольшим нашим трудом. Когда нас об этом попросили наши учителя, то мы были рады им помочь, потому что это наш такой небольшой вклад для этих людей. Очень хотим, чтобы они вернулись здоровыми, живыми. История пошива предметов нижнего белья и пижам для госпиталей сложилась удивительным образом, говорит директор колледжа. О такой необходимости здесь узнали от мамы своих выпускников. Бекбулата и Джамбулата Мамаевых, старший из которых в числе первых принял участие в специальной военной операции на Украине. Мы поддерживаем связь с родителями и в разговоре с нашими работниками поднялась тема о том, что вот бы для госпиталей пошить нижнее белье. Почему это тело поднялось от Фатимы Харуновны Мамаевой? Потому что ее старший сын, а она мать пятерых детей, ее старший сын находился в это время на СВО и получив ранение, лежал в госпитале. Завязался разговор, переписка, наши работницы пригласили сюда, Фатиму Харуновну, и вот из этого родилось хорошее большое дело. На раненых бойцах при оказании первой медицинской помощи срезают всю одежду, а после заматывают в простынь. И порой в госпитале после медицинских манипуляций и операций бойцу бывает в первое время просто нечего надеть. И мужчины испытывают от этого определенную неловкость. Ткани попадаются с самым разнообразными принтами, поскольку в их основном предоставляют жители республики, рассказывает преподаватель спеццикла Индустриально-технологического колледжа Мурадхан Курджева, и из тканей, на которых изображены вишенки, утята, котята и всякая другая милота, и было принято единогласное решение сшить веселое нижнее белье и пижамы, чтобы создать хоть временное, но уют и настроение для тех, кому сейчас тяжело и одиноко. Изделия мы упаковываем в коробочки. Волонтеры фонда «Зов Родины» вкладывают туда тапочки, потом смайлики, и мы стараемся, просим их, чтобы они вручили самым тяжелым, самым грустным бойцам. И в результате мы получили отзывы оттуда, они были благодарны, наши изделия с таким рисунком веселеньким поднимали им настроение. И, конечно же, признаются швеи, очень приятно получать приветы от ветки. Из госпиталя им передают слова благодарности не только за такой необходимый подарок, но и за хорошее настроение. Значит, мастерицы швейного дела смогли заставить лопнуться суровых бойцов, а это самое главное. Мадина Каракетова, Миха Каракелян, Вести, Карачаева, Черкезия. В центральной мечети Аула Псыш прошел республиканский конкурс «Лучший чтец священного Корана», организованный Духовным управлением мусульман Карачаева-Черкесии. В нем приняли участие более 50 человек – победители районных и городских конкурсов. А трое победителей стали обладателями путевок в хадж от главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. На мероприятии побывал Алихан Лепшоков. Каждый из участников стал передать ту величественную красоту священного писания мусульман. Проведение подобных конкурсов в республике стало уже доброй традицией. В этом году религиозное состязание посвящено памяти первого ректора Карачаева-Черкесского исламского института имени имама Абу Ханифа Исмаила Хаджибастанова. Открывая республиканский конкурс, лучший чтец священного Корана-председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Карачаева-Черкесии Смейл Хаджибердиев отметил важность изучения Корана и умение правильно его читать и понимать его смысл. Это праздник для мусульман, которые собираются и читают фразы, и лучшего из них награждают призами. Обычно у нас приз бывает тем людям, которые победили, это поездка в Хадж. После Смейл Хаджибердиев наградил имама Карачаевска Ахмада Хаджи Урусова медалью Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии за заслуги перед Умой Республики. Участники состязались в пяти возрастных категориях. Также были представлены чтецы в номинации профессионалы, которые являются выпускниками или студентами религиозных образовательных учреждений. Победу сможет одержать только тот, кто хорошо знает технику чтения священного Корана и соблюдает правила таджвида, отметили организаторы республиканского конкурса. Это конкурс очень полезен в том смысле, что пророк Мухаммад Алисасам сказал, что лучшие из властей, которые научились Корану и обучили им других. И самое лучшее деяние, которое верующий человек может сделать, это то, что он может научиться Корану и научить его других людей. Мы все прекрасно знаем, что Коран – это добро, и Коран призывает к добру, и в этом огромное благо для тех, которые обучаются и тех, которые обучают. Фейсал Тамбиев занимается изучением Корана с ранних лет. В этом году 10-летний мальчик целенаправленно серьезно готовился, чтобы одержать победу в этом конкурсе. Старания Фейсала оправдались. Готовился каждый день к этому конкурсу, прям усердно. Это важно, потому что Коран – это священная книга, Аллаха, которую он создал, не спасла нам. И ее очень интересно читать, очень усердно надо читать. Представители старшего поколения также демонстрировали навыки громадного чтения Корана. Отрадно видеть, что как и старшие, так и молодые принимают участие в этом состязании, так как для каждого верующего мусульманина Коран должен занимать особую роль в их жизни. На мой взгляд, такие состязания по чтению Корана очень нужны, потому что здесь участники стараются подготовиться. А без подготовки тут, конечно, занять какое-то призовое место – это будет очень сложно. Поэтому кто готовится, тот уже занимается серьезно, изучает таджвит. В итоге обладателями путевок в Хач от главы республики Рашида Темрезова стали чтецы Малик Тамбиев, Азамат Караев и Ислам Байрамуков. А другие призеры были отмечены ценными призами. Альхалип Шоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Абазинский район. В целях реализации закона Карачаева-Черкесия о мерах социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, Республиканская стоматологическая поликлиника много лет проводит работу по бесплатному протезированию зубов. На какие льготы имеют право люди, подвергшиеся депортации, и какие вопросы возникают у жителей, которые обращаются к доктору, рассказала главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Белла Кубиева. Возникает очень у многих вопрос, успевают ли они в этом году до Нового года получить льготное протезирование. И мы хотели еще раз уточнить этот момент, обратиться к жителям нашей республики, к тем гражданам, кто имеет удостоверение по реабилитации, что да, мы их ждем, и до Нового года мы все успеем, объемы есть, откладывать не нужно. Это для всех, в том числе и городские жители, то есть прописка не имеет значения, районная прописка, город. При наличии удостоверения по реабилитации к нам может обратиться каждый. В рамках льготного протезирования мы оказываем бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, всех видов зубных протезов. Мы приглашаем и всех городских жителей на льготное протезирование. Будем всем рады и поможем встречать Новый год с новой улыбкой, красивыми зубами. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи.